Здравствуйте, с вами программа культурный шок и я ее ведущий Марк Котлярский. Сегодня у меня в гостях Олег Родовильский, художественный руководитель театра Зеро. Олег, я тебя приветствую и спасибо, что ты нашел время и пришел ко мне в студию, хотя ты у меня вообще первый раз, надо сказать, несмотря на то, что программа существует уже пять лет или больше пяти лет, а знакомы мы с тобой и того больше. Спасибо большое, здравствуйте. Я очень рад, что ты у меня в студии и тем более, что, на мой взгляд, в Израиле существует несколько очень интересных, интересно работающих театральных коллективов и твой театр, мне кажется, одним из них, во всяком случае, говорю это не голословно, видел несколько спектаклей, очень интересно, вы работаете, очень много гастролируете, очень много, у вас разнообразный репертуар и давай мы поговорим, пожалуй, вообще хотелось с тобой обо многом поговорить и о судьбах русского театра за рубежом, но начнем мы все-таки с приятного события. Вот в июне месяце, это получается, значит, два месяца тому назад, вы были в Берлине, если я не ошибаюсь. Да, совершенно верно. Расскажи, пожалуйста, что там происходило. Немножко необычный для нас фестиваль из тех почти сорока, на которые мы успели поездить за эти шесть лет. Фестиваль этот стоит особняком. В Берлине состоялся второй фестиваль, который называется «Мир русского театра». Устраивает его журнал «Театрал». Это очень серьезное издание, интернет-издание, печатное издание «Московское», которое охватывает самый широкий спектр театральной жизни не только в Москве, но и во всей России. Очень интересное, серьезное издание, которое существует очень активно в социальных сетях, в Фейсбуке, в ВКонтакте и в печатном издании тоже. Фестиваль этот второй, первый был в Италии, второй был вот сейчас в Берлине и объединил русскоязычные театры практически со всего мира. Там было что-то около 12 коллективов из Америки, Германии, Швейцарии, Англии и Израиля. Я тебя перебью сразу, но у меня просто вопрос струет. Тебе, кроме того, что, ну, понятно, ты был занят своими людьми, своими спектаклями, удалось что-то посмотреть? Конечно. Фестиваль так устроен, что он... Позволяет. Именно позволяет и настроен на то, чтобы кроме того, чтобы выступить и показаться, была возможность посмотреть и пообщаться. Твоя оценка, насколько вот интересно, мне просто настолько есть, можешь говорить о понятии, неком понятии, уровень русского театра за рубежом. Существует такое понятие или все-таки большей частью это самодеятельные театры, которые... Безусловно, такое понятие существует, не без смешивания вот этих вот понятий, потому что очень многие театры и центры русской жизни, и театральные в том числе за рубежом, они смешивают вместе. Ну, это профессионалов и любителей. Любителей и профессионалов. Но, тем не менее, на этом фестивале, в частности, наряду с коллективами такого, так сказать, ну, может быть, не самого высокого уровня, были замечательные коллективы, не именитые какие-то и старые, а как раз молодые, вот, скажем, театр «Хамелеон» из Лондона. Замечательный молодой коллектив профессионалов, который показал спектакль по Геди Габблер, очень серьезный, интересный, совершенно не такой, знаете, формалистический, шапкозакидательский, чем обычно страдают сейчас очень многие театры, российские и московские. Был прекрасный театр из Германии, который показал спектакль по Хармсу, был театр «Зыро», который очень достойно выступил с «Женщиной в песках». То есть, Пако Баба, да? Совершенно верно, это наша работа, которая, как и театру, исполнилась 15 лет. Ну, я помню, это давняя ваша работа. Совершенно верно, первая наша работа. Спектакль, фестиваль был очень интересный, плодотворный, мы познакомились с большим количеством прекрасных театральных людей, которые живут в разных концах мира, и так же, как и мы, озабочены и заняты русским театром, русской культурой, русским языком. Это всегда очень хорошо подпитывает. Потому что, когда мы бываем на фестивалях в России и соревнуемся с театрами государственными, субсидируемыми, репертуарными, совершенно верно, это совершенно другая история. А здесь встречаются как бы на одном поле люди, которых объединяет один круг проблем. И, кроме всего прочего, журнал «Театрал» проводит ежегодную премию «Звезда театрала». Очень известную, престижную премию, которая касается большого количества номинаций. Все, что происходило в прошлом театральном сезоне, это премия зрительская, премия, которая основана на голосовании, а не на экспертном каком-то там совете. Мнение. Да, совершенно верно. И вот, наряду с большим количеством номинаций, там есть номинация «Лучший русский театр за рубежом». И мы в этом году номинируемся, мы вошли в лонглист. Из большого количества прецедентов выбрали 10 театров из разных концов земного шара, и там вот впервые Израиль представляет театр «Зеро». Мы вошли в лонглист, вот буквально сейчас, в конце августа, заканчивается голосование по лонглисту, из 10 выберут троих, шорт-лист, которому будет присуждена, одному из этих театров присуждена эта премия. Поэтому я использую эту возможность. Если вы еще не проголосовали, будьте добры, это очень легко, звезда театрала, через интернет войти, там есть номинация проголосовать за нас, нам это очень важно. Это надо обратиться действительно к нашим пользователям, так что, друзья мои, если действительно вы не проголосовали, то воспользуйтесь такой возможностью помочь, поддержать действительно, вот поверьте моему слову, заядлого театрала, действительно стоящему театру «Зеро», которым руководит Олег Родовильский, просто, на мой взгляд, человек просто стоической энергии, как бы, 15 лет тащит на себя эту ленку. А тем, кто не знаком с нашим творчеством, легко с ним познакомиться, потому что мы активно присутствуем и в Ютьюбе, и в Фейсбуке, им достаточно набрать театр «Зеро», и можно увидеть все, что мы делаем, а наша деятельность, в общем, довольно разнообразна. Да, безусловно, вот как раз об этом я хотел поговорить, потому что вот в кулуарах, еще до интервью, ты мне рассказал такую любопытную вещь, что оказывается, вот кроме того, что есть театр «Зеро», ну, театр профессиональный, где… Совершенно верно, который играет спектакль для детей, для взрослых около ста в год во всей стране и за рубежом. В стране и за рубежом и так далее, есть еще и студия, оказывается. Совершенно верно. Вот а студия, что это? Уже 10 лет существует студия актерского мастерства «Верю», которая объединяет людей разных профессий, разного возраста, от 30 до 60 лет. У нас нет окончания срока обучения, театр невозможно закончить, изучать, это вечная история. И что это? И у нас занимаются люди разных профессий, медицинские работы. И действительно есть энтузиасты, которые приходят? Это люди, которые 10 лет занимаются очень серьезно изучением системы Станиславского. И вот сейчас мы в последние годы выпустили сразу несколько спектаклей, которые тоже, они от нас заражаются этим вирусом фестивалем. Фестиваль, да. Поехали на фестивали. Мы были уже в нескольких фестивалях из Сочи, Пенза, Кузнецк, Пушкин с разными спектаклями. И вот сейчас в октябре месяце перед нами два больших, очень интересных фестиваля. Сначала мы будем в городе Пушкин, это фестиваль-театр «Осень Пушкин». Очень хороший, качественный фестиваль. Любительские фестивали подчас бывают гораздо более качественные, чем некоторые профессиональные. Безусловные. Да, нам собраны очень интересные коллективы со всего мира. Из России, Белоруссии, Украины, Германии, Америки. Самые разные по своему жанру, но очень-очень качественные. И там мы уже во второй раз выступим со спектаклем «Дом Бернарды Альбы». Большая работа, которая не так давно вышла и уже успела поучаствовать здесь, в Ришен-Лиционе, на фестивале Коломби, на фестивале любительских театров. И в Израиле тоже есть такие. А вот сейчас мы едем в Пушкин. И в октябре же мы везем наш театр-студию в Кёльн. Там состоится тоже очень интересный фестиваль любительских театров, где мы покажем старомодную комедию по Арбузову. Ну, известная комедия пьесы. Да, совершенно верно. Поэтому очень активная у нас жизнь, очень насыщенная. Мы сейчас готовим сразу несколько премьер. Вот буквально совсем скоро, 22 сентября, у нас состоится премьера спектакля по мотивам малоизвестной пьесы Вампилова «Дом окнами в поле». Да, есть такая пьеса, я знаю, но она, по-моему, реальна. Она очень немного шла. Немного шла, да, да. Мы ее допридумывали, сделали из нее полноценный спектакль. Она маленькая, мы сделали из нее полноценный спектакль. Мне кажется, это очень интересная, такая необычная работа. Играться это будет в Кириат Оно в нашем новом пространстве, которое называется «Арт-подвал». Вот я, кстати, к этому ты меня опередил, собственно говоря. Это третья тема нашей сегодняшней беседы. Уважаемые зрители телеканала «Этон ТВ», теперь на нашем сайте, адрес которого вы видите сейчас на экране, вы сможете регулярно читать статьи из ведущих российских, израильских и европейских изданий, а также авторские материалы наших аналитиков. Заходите регулярно на наш сайт, смотрите, читайте. — Расскажи, пожалуйста, о «Арт-подвале», что это за идея, как она реализуется, и что там происходит в этом пространстве? — Ну, это и новое, и не новое, потому что мы в этом месте все эти годы существуем. Мы фактически 15 лет живем и работаем. — Ну, это ваша репетиционная база. — Наша репетиционная база фактически, да, и остается ею, фактически бомбоубежище, которое мы в последнее время превратили в очень интересное, необычное арт-пространство. Мы немножко изменили подход к этой истории и решили открыть это место, переоборудовать его, оформить его необычным образом. Мне кажется, у нас получилось, и мы продолжаем это делать все время. И открыть его для самого разного рода художников в широком смысле этого слова. То есть, если раньше мы играли там какие-то маленькие... Например, многих из наших зрителей, потому что любой человек, который чувствует себе нераскрытый талант, или раскрытый, но неизвестный никому, может найти у нас площадку для того, чтобы проявить его. Будь то художник, скульптор, поэт, певец, музыкант, актер и так далее. У нас вот с мая месяца практически каждую субботу проходят чрезвычайно интересные мероприятия. Это и спектакли, и концерты, это и лекции. У нас, например, есть человек, который совершил несколько кругосветных путешествий. И он ведет у нас такую линию, которая называется клуб путешествий. Не кино, но путешествий. У нас побывали замечательные музыканты. Владимир Череповский, один из редких в Израиле музыкантов, специалист по волынке и средневековым флейтам, который сыграл у нас потрясающий концерт-лекцию, и совсем скоро приведет с собой своих друзей, гитаристов, арфистов. И, в общем, там целая большая перспектива. Совсем скоро Злата Зарецкая, наш замечательный театровец, представит свою книгу. Будет презентация книги «Феномен еврейского театра». Я так подозреваю, что там есть глава и о театре «Зеро». Я очень надеюсь. Но она не поэтому будет у нас, потому что это труд, которому она посвятила 20 лет, и она презентует свою книгу с видеопродукцией и так далее. Вот буквально в эту субботу, в ближайшую субботу, Алексей Мокрецкий, прекрасный актер, музыкант, который уже много лет живет в Петербурге, который много лет живет в Петербурге, и сейчас приезжает для того, чтобы порадовать своих друзей старыми и новыми песнями. От души рекомендую. Я Лешу знаю, пожалуй, с самого начала своего приезда в страну, больше 20 лет. И он прекрасен был, я надеюсь, таким и останется. У меня к тебе еще есть два вопроса, пожалуй, прежде чем мы завершим нашу программу, потому что вопросов, на самом деле, гораздо больше. Вопросы два. Первый вопрос более узкий, второй более общий. Скажи мне, каково вообще существовать русскому театру в Израиле в еврейском пространстве? Я знаю, вот я как считаю, есть три, на мой взгляд, может быть, на самом деле их гораздо больше, но для меня есть три самых, они очень разных коллектива, театральных, но они все как бы созданы русскоговорящими актерами, режиссерами. Первый, театр, это, естественно, театр «Зеро» под твоим руководством, это театр «Маленький» под руководством Миши Теплицкого, и театр «Микро» под руководством Ирины Горелик. Вот есть три таких совершенно разных театра, там Ирина Горелик в Иерусалиме ставит, Миша Теплицкий в Тель-Авиве, ты, как бы, так сказать, в Тель-Авиве вокруг, и каждый театр существует сам по себе, и, как я знаю, насколько я знаю, существует очень непросто каждый из этих театров. У кого-то есть свое помещение, у кого-то нет своего помещения, но эти театры давно заслужили, как мне кажется, свое место под солнцем. И, тем не менее, тем не менее, а сколько, опять-таки, мне известно, все-таки проблемы поддержки театров остаются. И вот вопрос мой к тебе, каково на самом деле сегодня русскому театру существовать в израильском пространстве? Ну, вы естественным образом подводите меня к тому, чтобы я начал рассказывать, как нам тяжело и непросто. Мы не очень любим говорить о проблемах, они, безусловно, существуют, вы только что в этом самом вопросе их описали. Никогда еще за огромное количество интервью, которые я дал, ни одно из этих интервью, этих проблем никогда не решило. Плачься ты, не плачься, бахвалься, хвастайся и так далее. Безусловно, проблемы есть. Они есть не только у русскоязычных коллективов, они есть и у многих других коллективов. Есть огромное количество израильских коллективов, негосударственных, несубсидируемых, которые тоже тяжело существуют. А тут вопрос такой. Мы не можем этим не заниматься. Если бы могли, занимались бы чем-то другим. Но мы не можем. И мы существуем в нашей реальности, пытаемся существовать, как можем. И, слава богу, добиваемся каких-то, ну, я не говорю сейчас о финансах, о логистике, я говорю сейчас о творчестве, самое главное. Мы добиваемся каких-то успехов, добиваемся признания не только в Израиле, но и за рубежом. Поколения русскоязычных детей выросли на наших спектаклях. И мы очень серьезно относимся к детским спектаклям, не менее серьезно, чем взрослые. Огромное количество дипломов получено за наши взрослые спектакли, за разные работы на более чем 40 фестивалях в России, Украине, Беларуси, Литве, Дании, Венгрии, Германии, Болгарии, Узбекистане, Молдове и так далее. И когда мне говорят, что русский театр в Израиле умирает, и что он уже никому не нужен, я вспоминаю наш недельный давности спектакль в городе Батьям. Мы давно очень хорошо контактируем с Ильей Батьяма, и с министерством абсурдии. Совершенно верно. 600 местный зал забитый. До последнего места аплодировал наши веселые азбуки по стихам Маршака. И дети вместе с нами считали до 10 по-русски, и повторяли все буквы. И это, по-моему, замечательно. И для меня это не менее важно, чем звезда театрала, или там какой-то новый спектакль, который мы сейчас репетируем. Я суеверный, поэтому говорить не буду. Надеюсь, что до конца года мы позовем. Поэтому тут вопрос очень личный. Можно жаловаться на то, что министерства дают деньги, не думая о творчестве, а думая только о документах и заполнении, и чтобы правильно оприходовать такциф, которые они получают, бюджет, совершенно верно. А можно продолжать работать, несмотря на все. И последний вопрос, который я хотел задать, так как все-таки Титовый театр относится к пространству русского театра. Я слежу тоже достаточно, как мне кажется, в какой-то степени, не могу сказать, что пристально, за теми процессами, которые происходят в русском театре, в российском театре, который, по идее, должен быть флагманом всего русского театра. И, на мой взгляд, интересно, как на твой, есть там, существуют какие-то некоторые проблемы, я не говорю о финансах, а именно проблемы творческие, и проблемы какого-то, видимо, русский театр переживает какой-то некий переломный момент. Тебе так не кажется? Ну, я не знаю, или это некий переломный момент. Во всяком случае, если он и существует, он очень сильно затянулся. Потому что это происходит последние уже, там, 5-7 лет, все говорят о кризисе, или о возрождении, или о переломном моменте. Я хочу сказать, что это все очень связано, конечно же, с жизнью, естественно. Театр не может быть в отрыве от реальности. И потом, вы понимаете, говорить русский театр, российский театр, обобщая это огромное и очень разнообразное явление, сложно. Есть огромное количество театров, которые находятся в Москве, Петербурге и за пределами столиц. И это совершенно разные истории. По всем показателям. И по творческим, и иногда в глубинке. Почему сейчас очень много молодых, талантливых режиссеров стараются уехать из Москвы и Петербурга и ставить за пределами столиц, за пределами метрополий. Потому что там есть возможность проявить свое творчество. И подчас в периферийных театрах возникают очень интересные работы. В Москве обобщить каким-то одним предложением состояние театра очень-очень тяжело. Есть театр ДОК, есть театр Практика, к сожалению, лишившийся своего руководителя Дмитрия Брусникина, который только-только был назначен, очень интересный режиссер, с которым мы буквально два года назад на закрытии фестиваля после Ефремовского пространства встречались, говорили, обсуждали даже возможность пригласить их на наш фестиваль, русский занавес. И есть, скажем, электротеатр Станиславского, которым руководит Борис Юхананов, я его знаю еще по Ташкенту, 25 лет назад он уже начинал этим заниматься. Очень интересные и необычные работы. И есть Туминус, который продолжает радовать нас, и слава богу, что театр Гешер находит возможности пригласить, чтобы мы увидели последние спектакли театра Вахтангова, по-моему, совсем скоро будет у нас. Есть Эйфман, который продолжает прекрасно работать. И огромное количество разных, очень разных вещей. Поэтому кризис в данном случае это не некий какой-то диагноз такой, который можно прямо нашляпить на всех. Мне кажется, что это очень разнообразно. При том, что вы абсолютно правы, есть огромная тенденция погони за формой. Ну, коммерциализация, я скажу. Это привлечение зрителя любыми способами, которое ведет, как правило, в большинстве случаев, к потере качества. Окей, окей. Хорошо. На этом мы сойдемся. И время наше подошло к концу. Спасибо, Олежек, что ты пришел, рассказал о своем действительно интересном театре. Я просто со всей души рекомендую всем, кто еще не знаком с этим театром, следить за его дальнейшей работой и смотреть его новые постановки. Мне остается пожелать только успеха тебе и твоему театру, делайте его действительно колоссальное дело. И я еще раз напомню, что у меня в гостях был сегодня впервые, мой, кстати, давний-давний, очень хороший друг и, так сказать, прекрасный человек и талантливый режиссер, художественный руководитель театра «Зеро» Олег Родовильский, вел программу Марк Котлярский. Всего доброго, до следующих встреч в эфире.